Это действительно ресурсное мероприятие, но очень интересно. Ты знаешь, ребята, наверное, уже настолько привыкли к такому ритму. Релиз, его не может не быть, он неизбежен. Слушай, ну глобально, глобально мне просто пишут телеграм. Ну, чуть ли у меня под конец релиза уже кровь из носа реально пошла. И ты просто это берешь и делаешь с удовольствием. Я работал со Селисом, я понял, что моя свадьба могла быть гораздо интереснее. Сегодня, в этот знаменательный день релиза, я осталась голодной. Конфетки не считаются. Я уже все сказал. Ну, вообще, каждый релиз отличается от предыдущих. Каждый релиз. Не существует того же рынка. То есть, знаешь, ты же помнишь, как я говорю, что если все вокруг меняется, а вы не меняетесь, значит, кто-то прикладывает огромное усилие, чтобы вы не менялись. И лучше его найти сразу и разобраться. Для меня восторг вообще весь релиз. Каждый блок – это какая-то стратегия, которая должна что-то решить для наших клиентов, помочь им в работе, в жизни, в бизнесе. Тем более, в такие тяжелые года, когда реально всем тяжело. Когда клиенты стараются выжить, поменять свой бизнес, поменять какую-то схему своей работы. И очень хорошо, что продукт в этом помогает. И помогает разным клиентам в разных частях, в разных нужных моментах времени. То есть, мы их все показываем, просто сортируем, открываем всегда задачи. И все. Так, не работают. Ну, смотри, маркетинг, например, что, они должны куда-то в другое место ходить, чтобы задачами работать? А они работают задачами внутри группы? Работают или должны работать. Нет, не должно быть разделения. Я у тестировщиков видел, но я не согласен пока с вами. Каждый релиз – это работа огромной команды, начиная от разработки и заканчивая в последние дни, собственно, моей командой маркетингом. И всегда это работа такого единого, слаженного организма. Это всегда очень профессионально, всегда очень четко. И что бы ни придумывалось, какие бы идеи ни возникали, всегда все реализуется на лучшем уровне. И в этот раз все прошло отлично. Поэтому я искренне горжусь каждым, кто принимал в этом участие. Bittrex24 помогает компаниям во всем мире. Мы с большим удивлением для самих себя смотрим на карту мира, на которой каждая цифра – это наши клиенты, это отдельные компании. И какую бы точку мы ни открывали, мы везде находим клиентов, которые работают с Bittrex24. Главное изменение, которое мы сделали для себя, это мы стали настоящей международной командой. Потому что мы за это время, мы выросли не только продуктом, а мы научились думать в масштабах представления этого для всего мира. Я смотрю на себя вот так вот, оглядываясь, и понимаю, что, не знаю, для меня это какой-то момент счастья, что ли. То есть мне хочется улыбаться. Я понимаю, что это что-то грандиозное, это что-то веселое, классное. И да, это момент счастья. Релиз – это момент счастья. Релиз был непростой, но самая большая фишка в том, что все, что мы обещали, мы это все выкатим вовремя. Это радует. Все доступно внутри ваших Bittrex24. Устанавливайте, пробуйте и получайте развитие своему бизнесу. Потом релизы, конечно, они идут друг за другом. И в чем-то, может быть, они похожи, но каждый релиз, он особенный. Меня недавно вот отец как раз-таки спрашивал, говорил, как можно придумывать на один тот же продукт, ну, все время что-то новое, как-то все время обыгрывать. Честно говоря, я не знал, что ему ответить на это было. Я же не один все это придумываю, это все моя команда придумывает. Все время какие-то разные люди участвуют в этом, поэтому большое количество мнений, большое количество экспертизы и опыта, и у нас уже получаем. Задачу поставь, задачу поставь, уже три минуты прошло, а задачу еще не сделано. Мы любим, чтобы было все красиво, и каждый релиз составляется список пунктиков, которые надо добавить, которые надо учесть в следующий раз. Ну, это действительно видно, чувствуется, как мы растем с каждым релизом, и быть частичкой этого релиза и любого другого, это очень трепетно, это волнительно, это настолько масштабно. Я каждый раз смотрю на наш рост, и я думаю, боже мой, неужели это с нами происходит, неужели мы это делаем? Ой, мне мелко вот это. А можем это больше сделать? Это история о том, что мы каждый раз как будто бы запускаем новую космическую ракету. И вроде как с каждым разом должно быть все понятнее, все быстрее, проще и так далее, но ни хрена так не работает. Это каждый раз ты как будто бы заново начинаешь вообще весь процесс с самого-самого начала. Вот как будто до этого ничего и не было. Что нужно сказать, чтобы в ролике было... Что подводить под ним? Ну, просто нам нужно это говорить. Вот само по себе у человека ничего не возникает от того, что она рассказывает. И это про что угодно нужно говорить. Ну, во-первых, надо сказать, что релиз для меня начинается сильно раньше, чем для всех остальных. Потому что релиз сначала рисуется в голове, потому что он продолжение стратегии. Сначала мы определяем, что нужно делать для клиентов, что для них важно. Релиз — это не просто набор фич, который мы показываем. Это всегда стратегия. Стратегия развития как нашей компании, так и всего рынка и отрасли в целом. И попадание в эту стратегию или попадание в эти изменения — это прекрасная история. Вы использовали видеозвонки, чаты, задачи, встречи. Вы работали в Bittrex 24. И мы помогаем вам трансформировать компанию и пройти кризис. Мы даже, знаешь, есть такой подход. Мы очерчиваем круг проблем, где у них болит. Еще не зная, что мы хотим сделать. Потом мы начинаем искать решения для тех или иных проблем. Потом вырисовывается структура этого релиза. Я бы отметил, что уже неоднократно нам доводилось выступать в каком-то смысле визионерами. Впервые мы интегрировали для CRM открытые линии с онлайн-чатом. Мы интегрировали контакт-центр, телефонии, формы и все это подключили в CRM. Мы подключили сайты и сделали их частью продукта. Сделали их элементом продаж. И сейчас мы, подключая интернет-магазины, подключая интернет-торговлю, движемся в направлении, когда мы понимаем, что CRM будет интегрировано с интернет даже не просто магазином, а с магазинами. И если посмотреть ретроспективно на последние 6-7 лет изменений у CRM, фактически мы стабильно раз в 2-2,5 релиза, в 3 делаем что-то революционное, что прям кардинально или меняет направление самого движения, или прям кардинально меняет саму структуру работы компании. И это прекрасно. Мы начинаем готовиться к релизу где-то с месяца за 2,5-3 до релиза. И она идет как-то понарастающе. Поначалу, пока мы придумываем концепцию, она идет еще более-менее лайтово. Мы проводим какие-то штурмы, с ребятами собираемся с одной командой, со второй командой, с третьей командой собираемся и придумываем миллионы концепций. Все эти концепции потом мы приходим, показываем Рыжикову, он говорит, ну, допустим, не то переделывайте, или туда попали, отлично, давайте развивать. У нас немного другое к этому делу отношение, потому что у нас немного другие процессы. Вот то, что для вас релиз, вот эта вот знаковая отметка, к которому все готовятся, мероприятия разные, планы, и потом это случилось, и все выдохнули. У нас на самом деле это немного не так. У нас производство непрерывное, то есть постоянно делаются какие-то задачи, новые задачи, новые задачи. Еще есть одно наблюдение. Мне кажется, люди стали забывать какой-то кайф общаться вживую. И мы собираемся, например, в офис, нам нужно пообсуждать. И вдруг, там, через 15 минут вот этого живого общения, они говорят, слушайте, так клево, вот, а давайте еще будем собираться по-настоящему. Потому что вот за этот год с лишним, очень редких встреч, мы начали забывать, насколько это важно. То есть вначале нам мешало, мы все адаптировались к видеозвонкам, а теперь наоборот. Отдельным моментом хотелось бы отметить то, что видеозвонки являются интегрированным инструментом внутри всего Bittrex 24. Вы можете спланировать встречу, открыть ее, и нажав одну кнопку видеозвонка, подключить всех участников этой встречи. И у нас есть участник Наташа Грехина, которая находится вообще во Франции. Поэтому каждый раз, когда мы соединялись, а, Наташа, привет, там, круассаны, вот это все. Это очень круто, ты понимаешь, что вообще не важно, где мы находимся. То есть вот это ощущение, что мы удаленно, если вначале как-то это было, да, дискомфортно, там, когда мы совсем разошлись, сейчас это настолько нормально. На самом деле сценарий пришлось переписывать несколько раз, потому что мы понимали, что можно сделать лучше и нужно сделать лучше. Поэтому мы много-много раз идеи друг друга рассказывали и решали, нет, здесь надо короче, здесь надо более емко, здесь нужно более конкретно. Это же десятки людей, которые задействованы во всей этой командной работе, и от каждого из них зависит, насколько хорошо мы все это сделаем, насколько это будет востребованными пользователями, оценено пользователями. И вот нужно основаться этой командой, такой крутой, которую собрали, собрали, сплотили. И она из полугода в полугод выпускает огромные, сложные, наполненные, яркие релизы. Получилось, что мы в этот раз прям очень хорошо удовлетворили, наверное, всех-всех-всех партнеров, занимающихся разными клиентами. Все доступно внутри ваших Bittrex24, устанавливайте, пробуйте и получайте развитие своему бизнесу. И теперь все будет очень просто. Из одной формы можно будет полностью управлять всей коммерцией, которая происходит в компании. Особенно это интересно для небольших компаний, которые работают с нами в облаке. Вы просто выбираете сотрудника, с которым хотите поработать над документом. Он получает уведомления, переходит по ссылке в этом документе и оказывается вместе с вами в этом редакторе. Вы видите те правки, которые вносит ваш сотрудник. Он также видит то, над чем вы работаете внутри документа. Что очень важно, документ сохраняется автоматически и появляется в разделе документов и у вас, и у этого сотрудника. В каждом релизе есть важные принятые моменты, решений. И в этом мне очень нравится по многим причинам, например, CRM-оплата через WhatsApp. И технологические, и бизнесово. Они дают очень нужный и важный сценарий, который я рассчитываю, что клиенты оценят. Он же с SMS-ками, с WhatsApp-ом. В этом релизе есть нестандартные идеи, которых не было никогда раньше. Мы попробовали сделать его по-другому, попробовали немного другие форматы, попробовали сделать короткие версии, попробовали показать продукт более концентрированно, но при этом выделить те фишки, выделить те новинки, которые явно меняют игру. И на самом деле у меня есть любимая фишка в этом релизе. Это документы. Когда я первый раз протестировал эту историю, я был, блин, восхищен. Это фишка, которая изменила для меня работу всего маркетинга. Это экономит кучу времени. BITREX24 документы для совместной работы над документами, таблицами и презентациями прекрасно позволяют открывать вам все документы, которые у вас накоплены в самых разных форматах. Неважно, насколько ты мал или велик, стоит ли отказываться от своей цели. Лишь один шаг, и то, что казалось непреодолимой бетонной стеной, становится очередным этапом пути. На мой взгляд, расти в любых условиях и объясняет, и не вызывает вопроса. На самом деле препятствия у всех разные. И предпринимательство – это, ну, помимо того, что из ничего делать результат, это еще уметь справляться с непредвиденными обстоятельствами, которых огромное количество. Это часть философии предпринимательства – расти в любых условиях. И каждый раз как-то какой-то новый этап наступает, там, не знаю, новые какие-то вызовы нам, то кризисы, то пандемии и прочее. И каждый раз тебе страшно, что как мы это переживем, как мы это вообще, что будет с компанией даже, да, не то, что там вообще в целом с миром, а ты думаешь конкретно там о Битриксе, что же будет с нами. Ты понимаешь, что ты переживаешь, и потом оглядываешься, понимаешь, ну да, было страшно, но мы же пережили. Поэтому вот это твой росток, что мы пробиваемся вообще, неважно, что происходит. Даже, можно сказать, апокалипсис в мире, да, когда случилась пандемия, все равно мы пробьемся сквозь любые вообще преграды. Мы стараемся помогать вам расти в любых условиях и расти успешно. Мне кажется, это всем понятно, потому что мы через это прожили. Это действительно был очень необычный период. Я думаю, у всех людей никогда такого не было. И первая реакция, страх и непонятие, что будет. Но когда ты видишь, что мы действительно растем очень быстро, несмотря на все, то хочется этим опытом и вообще этим месседжем поделиться, что, ребята, как бы ситуация ни сложилась, мы растем, вы можете расти, давайте расти вместе. Мир у нас сложный, мир у нас неоднозначный. Все постоянно меняется. Если, вот даже если так говорить, 500 лет назад отец пашет на плуге на каком-то, дед на этом же плуге пахал, и сын будет на нем же пахать. А сейчас мир настолько сложный, что за 5 лет технологии меняются вообще принципиально полностью. И тенденции меняются, и тренды меняются. И то, что было нужно 5 лет назад, сейчас уже не особо нужно. И наоборот, появляются какие-то новые потребности. И наша задача как раз уметь эти потребности, во-первых, предвосхитить и вовремя дать клиентам. Ну, расти в любых условиях – это такой манифест клиентам Битрикса о том, что, чуваки, ну, что бы ни происходило, вам нужно двигаться вперед. Три, два, с Богом! Я, наверное, помню релиз, когда мы впервые решили, даже еще не до Битрикс 24, а когда мы вообще решили, что нужно делать их в онлайне. Вообще, до этого момента существовал только подход «давайте мы соберем пресс-конференцию». Мы соберем пресс-конференцию, раньше мы собирали пресс-конференции, набирали журналистов, старались их вкусно кормить в расчете на то, что они что-нибудь потом хорошее про нас напишут. Но, и это прям повсеместно было, понимаешь, это мое предложение «а давайте, а давайте сделаем онлайн» вызвало не просто бурю, бурю негодования, а обзывательство в твой адрес. Потому что, ну, ты вообще с ума сошел. Так, во-первых, не делают, во-вторых, нас проклянут журналисты, в-третьих, и дальше такой гигантский список. Я не могу сказать, что мы точно зафиксировались в формате онлайна. Для каких-то рынков, ну да, возможно, на какой-то период мы будем в онлайне. Понятно, что есть история про сильную эмоциональную связь с частью наших клиентов, наших партнеров, которым важно видеть релиз, чувствовать там Рыжикова на сцене с продуктами, вот это вот весь обмен, когда они слушают, слышат что-то впервые про новые фичи, и это происходит в одной какой-то локации. Мне кажется, по ощущениям было даже немножко в некоторых моментах проще, потому что предыдущие несколько релизов, во-первых, они были все равно как-то непривычно еще, что они онлайн, ты ожидаешь вот этого, что сейчас люди, куча людей собираются, какой-то ажиотаж, а здесь онлайн ты понимаешь, что никого не будет, ну вот мы, да, все собрались, и мы вещаем куда-то в камеру, где тысячи людей смотрят нас просто за камерой, и мы не видим их. Если в те разы вот это было ощущение очень непривычно и давало какой-то, не знаю, другой эффект, то в этот раз, наоборот, все уже привычно, ты знаешь, что тебя ждет, ты знаешь, как это будет, поэтому ты просто идешь к этому, и все. Ну ты помнишь наши правила? Очень короткая репетиция в начале, потом полчаса помолчать, и я обычно только первые слова у меня есть в голове, потому что опыт уже подсказывает, что когда ты выйдешь на сцену и скажешь первые слова, дальше ты попадаешь в поток и начинаешь дальше работать. Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на презентации нового BITREX24. Мне нравится, когда удается хорошо выспаться перед релизом. Это не всегда получается. Как обычно у нас это бывает, мы видим презентацию целиком впервые, и поэтому, когда ты подходишь с вопросом и говоришь, ну вы же знаете, кто что будет говорить, и я тебе говорю нет, и у тебя на глазах, ну, в смысле нет, вообще нет. Предположим. Итак, я передал слово Екатерине. Она говорит, BITREX24 документы для совместной работы над документами, таблицами, текстами, полнофункциональные, комиксные, ля-ля-ля, что-то готово. Посмотрите, как это выглядит. И каждый раз это страшно. Каждый раз у тебя трясутся, не знаю, колени, ноги, все трясется, потому что ты не просто переживаешь от того, что ты, блин, будешь выступать, да, тебе нужно, ну, донести то, что мы сделали, прям, чтобы люди поняли, чтобы они прочувствовали это вместе с тобой, а ты еще и боишься от того, что да ты даже не знаешь, что будешь говорить ты, а что будет говорить Сергей. Это каждый раз вообще бешеный стресс. Мне кажется, что в этот раз команда чувствовала себя чуть более креативно. То есть, во-первых, получилась такая история, что мы работали с самого начала вместе, то есть не было параллельной работы команд, она была единая, то есть мы объединили усиление и дизайнеров, и контент-мейкеров. Это было очень здорово, потому что мы действительно сделали одну общую историю. Это получилось и с точки зрения подачи информации, и с точки зрения выбора каких-то уникальных предложений, которые будут задействованы, да, для рекламы того или иного функционала или продвижения. И когда мы сейчас смотрим на результат работы, то он одинаково интересен и аудитории наших стран, да, и аудитории других стран. Да, в этот раз мы работали со стилистом, и это было достаточно интересно. Не сам опыт работы со стилистом, а то, что получилось так, что я была закрыта на карантине, да, и сидела две недели дома, реально не выходила. Но Юля сказала, надо, надо вот прям сегодня одеться полностью всех, я должна это сделать. Как, Юль, я дома, ты где-то там, я тебя не могу даже пустить в свой дом, ну, потому что я же болею. И Юля все очень легко организовала, она сказала, доставки. Нас бесконечно, мне кажется, таксисты возили туда-сюда обувь, одежду. Но получилось круто, это был вообще новый опыт. Не работал со стилистом, я понял, что моя свадьба могла быть гораздо интереснее. Есть смысл повторить? Ну, да, наверное. Очень интересно, когда тебя одевает, одевает человек таким образом, которым бы ты сам никогда не оделся. И для меня самая большая похвала была похвала моей жены, которая сказала, вау, это круто. Окна. Я очень люблю окна в этом релизе. С ними было много проблем в начале, с ними было много проблем в конце. Окна вообще обожаю просто. Эти окна мы мыли, мы окна клеили, у нас эти окна лопались, эти окна нам там надо было сремонтировать. И вот эта вся история. Каждый релиз ровно в 8 утра я наливаю себе чашечку кофе и выливаю его на себя. Всегда это происходит случайно, но происходит всегда. И если эта чашечка кофе попадает на красивую брендированную футболку, которую мы готовим специально к релизу, значит, релиз будет удачным. Вот сейчас мы записываем с тобой интервью, а мы уже какой день обсуждаем следующий релиз. Этот еще в процессе выпуска и завершение, и он сейчас будет выходить, и вот, собственно, выходит для всех, а мы рисуем и прорабатываем новый концепт, нового релиза. И очень рассчитываю, что до конца мая мы завершим. То есть к моменту, когда завершится выпуск этого релиза, у нас будет картинка следующего, и мы приступим к его разработке. У нас уже так хорошо распределены роли и так сбалансирована команда, что ребята уже без всякой дополнительной мотивации. Для них это просто очередной этап завершения стратегии развития этих полугода. И мы ее завершаем, и начинаем уже готовиться к следующему релизу. Потому что действительно каждый релиз, он по-разному, он другой. Иногда это от нас зависит, иногда это не от нас зависящие какие-то условия, как коронавирус, и нам пришлось адаптироваться, принимать эти условия и жить в них. Поэтому, да, это новый вызов. Ну, фактически, те команды, которые закончили работы над текущими задачами, они уже берут задачи на будущее, плюс продукты уже планируют, новые работы, то есть какие задачи перед нами будут поставлены. Поэтому, фактически, да, я же говорю, что у нас непрерывное производство, поэтому у нас не бывает такое, что мы закончили, вот отсечка, и потом, а теперь мы с нового дня приходим, снова понедельника, начинаем новую жизнь и все заново. Когда начинается после релиза, автоматически начинается до релиза. Поэтому один релиз всегда плавно перетекает в другой, и нет, жизни нет, потому что всегда после релиза и всегда до релиза. Мы всегда находимся где-то между двумя релизами, кроме момента самого релиза. Тогда мы смотрим релиз. Я скажу так тебе, что, наверное, самый страшный сон, это что дальше ничего не будет. Самое страшное сообщение, которое я надеюсь никогда не получить, это тань, но релиза следующего не будет. Да, это тяжело, да, это, блин, это всегда настолько ответственно, но ты в какой-то момент понимаешь, что ты уже, ну, как бы, а если бы и не было релиза, то, ну, вот как? Если долгосрочно, дальше будет только лучше. Дальше будет осенний релиз. Мы настолько много заложили возможностей для роста внутри себя, внутри продукта, внутри нашей команды, что мы, мне кажется, что действительно будет интереснее. тут изображение, то естьELLа, что, будет не будет, потом, да, что ты уж не knightsен, ты уж не осенний, всё, я, и вы, и вы, и вы, и вы, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok